Окей, начинаем, друзья, приветствую вас с любовью Господа Иисуса Христа. И сегодня хочу вот на такую тему поговорить. Знаете, мы с Тошиком любим ходить в книжный магазин, и там очень популярные сейчас есть такие книги, которые называются, например, таким образом. Например, 10 вещей или там 100 вещей, да, или 10 вещей, которые ты должен сделать на этой земле. Или, например, 100 прекрасных мест, которые ты должен обязательно в своей жизни посетить. И как бы потом идет перечисление, там, красивые там страны какие-то, пляжи, города и так далее, уникальные места. И, в принципе, я так думаю, ну, это хорошо, не каждый имеет такую, может быть, возможность это сделать, но вот популярны такие книги. Сегодня, знаете, я так подумала, что это, конечно, это не только к нам, я сегодня хочу говорить к себе, конечно, в первую очередь, ну и к тем, кто будет смотреть это видео, потому что есть такие, знаете, определенные вещи. И я сегодня назвала проповедь 10 вещей, которые ты должен сделать, пока ты живешь на этой земле. Мы все с вами верующие, все называют себя 10, даже 11. Все называют себя последователями Господа Иисуса Христа. Но, знаете, оглядываясь даже на свою жизнь, я думаю, что если бы я вот не предприняла этих шагов, сейчас вообще как бы сложилась моя жизнь, на каком бы уровне была бы моя вера, была бы ли она вообще. И, знаете, это, как христиане мы можем думать, что мы, вот действительно, мы действуем здесь, и мы представители Иисуса Христа, но очень важно вот принимать конкретное какое-то решение, действие, и успеть его сделать, успеть его сделать до того времени, пока мы вот здесь вот еще живы, пока есть у нас время, пока, как говорится, время благоприятное. И, знаете, номер один, я хотела даже поставить доску, записывать, но я думаю, что вы можете записывать, не нужно нам тут ничего как бы рисовать. И номер один, как я сказала, я обращаюсь также к людям, которые смотрят это, посетите различные церкви. Я так верю, что вы уже нашли свою церковь, но почему это важно? Вот расскажу даже свой пример. Мы из православной церкви, то есть моя бабушка православная, мой папа православный, хоть мы не ходили в церковь особо, но когда я была молодой девочкой, я училась в Харькове, мы иногда посещали со славиком храм. Конечно, как это все ходили, это было по большим праздникам, это не было регулярной какой-то, знаете, такой направленности, но, тем не менее, в определенный момент меня пригласили в церковь совсем другого типа, в которой не было икон, в которой не было колоколов. Это была церковь, можно сказать, домашнего плана, это была баптистская церковь, или, как называют, дом молитвы, который располагался в доме, именно в доме была небольшая церковь, не так много людей, но был очень-очень хороший пастырь, который принял нас просто, вот знаете, с дорогой душой. И я увидела совсем другую церковь. Я не хочу говорить, что какая-то церковь, или динаминация хуже, или лучше, но это был новый экспириенс, это был совершенно новый опыт. Я увидела, насколько там объясняется Библия, насколько важно там чтение слова, познание слова Божия. В этой церкви я получила водное крещение. Потом была баптистская церковь уже здесь, в Америке. Мы немножко ходили, там еще в Кременчуге, когда жили. Потом была церковь в Америке. Потом была церковь пятидесятническая, в которой я получила крещение Святым Духом. То есть вот, знаете, я как бы приходила, и не потому, что где-то было хуже, где-то лучше, но каждая церковь, это был новый опыт, новый какой-то экспириенс. Было много общего, да, и в то же время я познавала что-то новое. Поэтому это хорошо, когда человек родился, знаете, и как бы, ну, можно сказать, с молоком матери, вот он в вере, он уже в одной какой-то церкви, динаминации. Но тем не менее, я хочу все-таки заметить, что Господь говорит, ищите, найдете, и никогда не нужно, знаете, тормозить, и не нужно стесняться. И если есть какая-то определенная жажда, интерес, нужно сейчас есть возможности, возможности даже и посетить, и послушать вообще. Но все-таки обязательно нужно сравнить, обязательно нужно посетить разные церкви. Второе. Выйдите из зоны комфорта, общайтесь с людьми обездоленными. Почему это так важно? Кто, в общем, в жизни когда-то вот принимал участие в служении и, может быть, помогал людям, которые, как американцы говорят, outcast, то есть они отринутые, можно сказать, от этого мира, они обездолены. И в Писании нам сказано конкретно, Господь говорит, особенное внимание оказывает кому? Сиротам? Вдовам. И вдовам, которые, ну, скажем так, не имеют ни родственников, ни детей, никого, да, то есть которые совершенно одиноки. Почему это вообще очень важно? Вот прежде всего Господь говорит, Исайя 1,17. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенных, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Интересно, но это пожелание дается именно верующим людям, то есть это как определенная ответственность на них. И потом, пришельцы, вот сейчас очень много беженцев, есть люди, которые, ну, просто приехали, может быть, какую-то копейку заработать, но есть люди, которые действительно нуждаются, чтобы мы не отворачивали лицо свое от них. И Господь очень интересно говорит о пришельцах. Друзья, и мы с вами когда-то были пришельцы, правда? Мы приехали сюда, в Америку, и мы были рады любой помощи, правда? Кто-то начинал вообще с малого, я помню, мы приехали, у нас было там, я не знаю, 200 долларов в кармане, особо финансов не было, и как бы были рады любой помощи, или это было там от жуйки, или это было просто от людей, от родственников, от кого угодно. И вот Господь говорит, Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Вообще, сам Иисус Христос, Его служение, мы видим, как в Библии описано, что Он общался с людьми, и которые были изгои общества вообще на то время. И перечислите, кто это был? С кем он был? Прокаженные. Прокаженные, да? Не ходячие, не зрячие. Да, то есть коллеги. Прокаженные. Блудница, совершенно верно. То есть это вообще был грех даже, ну как бы рядом проходить. Вспомните женщину, страдавшую чем? Кровотечением. Это тоже был такой вариант, когда она была нечистая, она была, ну как бы, противна, скажем так, обществу. То есть мытарь, помните мытарь? Инспектор из АРС, да, или налоговый инспектор. Тоже его ненавидели просто всей душой и сердцем весь израильский народ. А Господь говорит, я буду в твоем доме. Я буду в... Я хочу с тобой общаться, я хочу знать, что в твоем сердце. Я хочу что-то сделать с тобой, да. Вот вдовы, дети, да, то есть ученики даже, которые были возле Иисуса, и то они как-то на этих детей, да что вы тут под ногами, да. А Иисус сказал, нет, 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 пустите детей приходить ко мне. И вот знаете, почему именно вот церковь, она должна обращать внимание на таких людей? Потому что, во-первых, для нас это именно исполнение воли нашего Господа. Мы выходим из зоны комфорта, и мы продолжаем работу Христа здесь на земле. Мы протягиваем руку помощи. Мы, знаете, многие едут там в разные страны, но таких людей можно найти и здесь, и в Соединенных Штатах. И, знаете, это особенно правильно, потому что, ну, как по-другому любовь Христову показать, как ее вообще являть, да. Есть люди, которые состояли самодостаточно, им ничего не надо. И, знаете, вот этим сеять, как правило, наиболее тяжело, правда? А эти люди, они просто, знаете, просто как воду живую могут принимать и помощь, и слово. Я никогда не забуду Олег наш, который сегодня вот отсутствует, но мы за него молимся, что он выздоровеет, Олег Кремчук. Вот он рассказывал такой случай. Вы помните, что у нас были походы в Хантремике, когда мы делали молитвенные обходы, и один раз он принимал также участие, но это был уже обход американской церкви, которая после нас вот сняла это помещение, пастор Барбара, если кто помнит. И она попросила Олега также с ними помолиться и пройтись там вокруг этого билдинга по Хантремику. И он пошел. И он говорит, что мы идем и где-то там в Даунтауне, в Хантремике они видят бомжа. Бомжа, который настолько был поражен какой-то или язвами, или какие-то, ну в общем, очень как бы, ну, тяжело на него смотреть было. То есть все тело вот в этих вот каких-то непонятных ранах или что. и он по-польски, он что-то говорил, как немножко не в себе был. Он по-польски. Так Олег говорит по-польски. Он говорит, я слышу внутри себя голос, подойди и обними его. И такая борьба начинается. Ну как бы, ну и не особо хочется, и все, но подойди, обними его и скажи, что я его люблю, Господь говорил. И он говорит, я, говорит, уже направился, и там была команда, и там, говорит, даже пастор какой-то, и он говорит, не надо, не надо, не надо его трогать. Ну как бы, цель и безопасность. Я думаю, если бы Иисус так, не надо, не надо, да? Олег все равно пошел, его обнял, сказал его по-польски, Господь тебя любит. Постоял с ним, не знаю, там помолился, не помолился, но прошло где-то, ну, он говорит, около полугода. И я вижу этого, как он говорит, Поляка. Он идет, совершенно прилично одетый, прилично одетый до такой степени, что, ну, костюм и рубашка. То есть, это был неузнаваемый человек, совершенно. И он потом говорит, что я, говорит, думал, что, конечно, никаких там заслуг моих нет, но, может быть, это была какая-то вот отправная точка, что просто кто-то подошел человеку и сказал, Бог любит себя. Так мало, друзья, так мало, может быть, надо, но это было малое семя, малое начало. Поэтому обездоленные люди, люди, которые, может быть, никому не нужны, насколько вот мы как-то всем в их жизни, каким-то образом с ними сталкиваемся, помогаем, просто вот подумайте. Если да, если вы действительно помогаете каким-то образом, слава Богу, поставьте себе галочку. Следующее. Читать Слово Божье, номер три, и помогать понять его другим. Почему это важно? Важно словом делиться, да? В Писании сказано, что Слово Твое светильник ноге моей, свет стезе моей, то есть свет моему пути. В предыдущем стихе, это 118-й Псалом, 105-й стихе, в предыдущем, по-моему, 101-м стихе, там сказано, что мой путь – это жизнь, то есть Слово Божье – это свет для всей моей жизни, для всей моей жизни. И получается, что Божье Слово, оно дает откровение и остроту нашему зрению, да, то есть нашему просто духовному взору, куда мы идем, что нам делать. И получается, что даже если в какую-то тьму мы там зашли, заехали, оно дает возможность не сбиться, не сбиться, не попасть, как говорят, в какую-то халепу, да, не попасть в какую-то ситуацию, то есть Слово Божье – это светильник, который светит на всю мою жизнь, освещает мою жизнь. И, конечно, я верю, что вы читаете Слово Божье, но есть, знаете, многие люди, которые бы, может быть, и хотели бы и интересовались, но они не так хорошо знакомы с текстом, они не могут понять, может быть, они напуганы даже, да, я слышала такие вещи, что люди вообще говорят, да, ну, мы верующие, мы там посещаем церковь, ну, Библию пусть читают священники, там, пастора, там, еще там, ксензы, кто угодно, то есть, Библию можно объяснять на совершенно понятном человеку языке, и, знаете, вот один служитель, он сказал, и у нас, как у верующих, да, как у детей Божьих, должен проснуться вообще к Слову аппетит, потому что, если мы уже в церкви и два, и три, и пять лет, но как бы Слово Божье для нас это какая-то загадка, закрыто, это очень тяжелое какое-то действие, которое надо делать, проблема, и один, знаете, человек сказал такую вещь, что отношение к Слову может быть трех типов, первое, это когда Слово, оно, знаете, оно, получается, имеет привкус такой, знаете, как лекарство, оно горько, но оно помогает излечиться, и это такой, как первый этап, когда ты это Слово просто открываешь, и ты видишь, здесь проблема, здесь непорядок, Господь говорит, вот это нужно остановить, то есть, оно тебя обличает, оно обнаруживает какие-то вещи в твоей жизни, которые тебе нужно исправить, второй идет такой, знаете, как бы момент, когда Слово Божье становится, ну, скажем, как питательный такой протеин, вещество, как, ну, хорошая такая, знаете, каша там с орешками, которой нужно каждое утро заряжаться, просто брать вот это вот, все питательные вещества от этого слова, и она кормит тебя, да, и некоторые люди, знаете, они без этого не могут, некоторые себя лишают этой зарядки, да, и как бы вот эта пустота, и третий вариант, он говорит, что Слово Божье становится клубникой со сливками, то есть, оно приносит тебе, как в Писании сказано, слово твое слаще меда, оно приносит тебе такое удовольствие, что ты им просто вот наслаждаешься, и не можешь наесться, оно вкусно тебе, оно приятно тебе, да, и я вот хочу спросить, на какой стадии вы, развили ли вы аппетит до такой степени, что для вас Слово это как клубника со сливками, если да, то вы сможете и другим людям просто вот желание познавать Божье Слово принести, и самая главная вещь, что это мысли, это слова самого Господа Бога, и уже одна только вот эта мысль и осознание этого, я думаю, оно должно располагать наше сердце до такой степени, чтобы мы действительно учили, читали, познавали, наслаждались им, чтобы это не было из-под палки. Знаете, сейчас в той ситуации, когда, знаете, белое выдают за черное, черное за белое, когда действительно, знаете, мир просто переворачивается, когда отходят от истины, впадают в обольщение, хотела вам пару видео показать, но потом, когда закончим, потому что, как бы, все ценности, которые каким-то образом были, да, например, в нашей стране, они сейчас переворачиваются с ног на голову, и выдаются за истину, но Господь говорит, что Ему годны поклонники, которые поклоняются не только в Духе, не только ищут Божье присутствие, но и в чем? В истине, в истине, и если мы эту истину не будем вкушать и не будем ею делиться, вот это обольщение, оно просто покроет, покроет всю землю, поэтому от нас с вами зависит, насколько вот люди будут в трезвом просто понимании, в трезвом уме, насколько мы сами будем в этом состоянии познания истины и будем делиться с другими. Четвертое напишите, хотя бы раз в жизни нужно публично засвидетельствовать о своей вере, делиться верой. Я допускаю, что вы это делаете, но вы знаете, не обязательно ваше свидетельство примут. И когда мы говорим свидетельство, это значит, какой твоя жизнь была до того, как ты познал Бога, почему ты решил идти за Христом, и как твоя жизнь вообще изменилась, что изменилось в твоей жизни. То есть вот таких три главных пункта они должны составить наше свидетельство. И, как я сказала, не все могут принять, не все могут услышать, но представляйте себя в роли человека, который сеет по весне огород, который высеивает семечком, и эта семечка откладывается, и мы так когда-то, вспомните, пришли к Богу, потому что мы услышали там, мы услышали от кого-то еще, кто-то не стеснялся и сеял семя в нашу жизнь. Почему мы удерживаем? И знаете, даже если наши попытки после нашего свидетельства не увенчались успехом, человек, как нам кажется, ну не принял Иисуса Христа, не стал ходить в церковь, не нужно отчаиваться, не нужно, потому что, как я сказала, наше свидетельство, это как посадка семян. То время, в которое Господь захочет, эти семена, они взойдут, они взойдут. Но когда мы посели, не забываем молиться за этого человека. И в Писании сказано, Откровение Иоанна 12,11, они победили его кровью Агнца и чем? Словом свидетельства, словом свидетельства своего. Победили дьявола кровью Агнца, да, то есть, ну казалось бы, этого достаточно, это достаточно, но также слово свидетельства, свидетельства, то есть, они свидетельствовали, они шли, они говорили апостолы, и сказано, и не возлюбили души своей даже до смерти, то есть, положили всю свою жизнь, несмотря ни на что, но сеяли и говорили, говорили о том, что Господь сделал для них. То есть, может быть, потребуется какое-то время, чтобы вот эти семена взошли, но это не наше дело, это не наше дело, наше дело сеять и говорить, что Бог сделал для нас. Окей, пятое, подумайте, можем ли мы защитить свою веру, защитить свою, научитесь защищать свою веру. Есть такое, знаете, разветвление теологии, которое называется апологетика, апологетика, слышали такое? Апологетика, то есть, это способность, способность, это акт защиты своих убеждений. И сейчас очень много можно найти на ютубе видео, когда люди просто, они правильно свидетельствуют, объясняют, когда люди неверующие задают какие-то вопросы, они правильно как бы парируют, они правильно отвечают, и можно найти очень-очень много материала на эту тему, можно заказать книги, и, ну, конечно же, самое главное знать Слово Божье. И, знаете, всегда, когда мы идем по жизни, нам будут бросаться такие вызовы, чтобы мы могли ответить просто на, знаете, возражения людей, может быть, в каком-то плане высмеивание, знаете, сомнения людей. Да и для нас самих, потому что у нас бывают периоды, ну, это, может, я одна такая, когда вера, ты начинаешь сомневаться, слышит ли меня Бог, а вот правильно ли так, а правильно ли так. И если мы сами не будем научены, знаете, если мы сами не сможем противостоять этим сомнению, то есть это нужно и для нас, и для тех, кому мы свидетельствуем, кто нас окружает. И недаром сказано 1 Петра 3,15. Господа Бога, светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговении. То есть, знайте, что сказать, что ответить, молитесь перед этим, конечно, но знайте, во что вы верите, знайте вообще, что сделал Иисус Христос на кресте, и умейте просто вот отстоять, отстоять свои убеждения, не бойтесь этого. Шестое. Я бы хотела, чтобы мы с вами могли читать разные библейские переводы. Вы знаете, я когда готовлюсь к проповеди, я сравниваю, и иногда бываю приятно удивлена, потому что есть перевод, один из таких распространенных, сеноидальный перевод Библии, но сейчас есть перевод Слово жизни, Радостная Весть, есть перевод, новый современный перевод, и когда ты читаешь разные переводы, ты видишь, насколько глубже раскрывается тебе Слово Божье, да, то есть многие люди верят, что хотя Библию писали люди, и это есть и правда, и так, и есть и истина, их вдохновлял Господь Бог, и есть много вот этих переводов, которые бы было бы классно нам почитать, есть перевод, который именно, знаете, такой мессианский перевод, там больше употребляется, еврейских слов, и так далее, и вот сейчас популярна новая версия современного перевода, и пусть будет у нас более, знаете, широкое понимание, пусть будет широкое понимание словом, я вспоминаю, мама моя рассказывала, когда они с папой ездили, посещали мою бабушку, она еще была жива, они привезли Библию, и каковое было удивление, когда открыли псалмы, у нее было на старославянском, да, и ты открыла псалмы на современном уже языке, и она увидела, что они совершенно идентичны, то есть, как бы, она еще не доверяла, что они попали в правильную церковь, но они были совершенно одинаковые, и как бы, может быть, кому-то это нужно увидеть, что смысл остается тот же, просто на более доступном современном языке, седьмое, найди свое место в церкви, найди свое место в церковной команде, да, вопрос, знаешь ли ты, какая у тебя есть ответственность в церкви, в Доме Божьем, какое ты служение несешь, регулярное, как бы, это может быть что угодно, кофе покупать, регулярно, пройтись пыль, вытереть на подоконечках, вот там уже я смотрю паутина, да, как в том анекдоте, свекровка, я рассказывала в прошлый раз, свекровь приходит к невестке и говорит, скажи, что за в тебе паутина всюду, он скажи, яка то паутина, то бабы нолито в нас, я так смотрю, у нас уже бабы нолито уже несколько месяцев, друзья, бабье лето, поэтому, как бы, чтобы у нас тут эта бабы нолито уже прекратилась, может стоить просто взять тряпку, пройтись, знаете, может быть, что угодно, просто какая-то ответственность, с которой ты знаешь, я это буду делать, и когда-то мы этот список писали, заполняли, я помню, там поднимали руки подписывались, да мы унитазы будем чистить, и все, то есть, если ты часть церкви, часть общины, кто ты? Ты просто зритель, ты просто наблюдатель, или все-таки ты реально какую-то несешь, несешь миссию, какую-то ответственность, какое-то служение, то есть, что в наших силах делать, будем делать, правда, будем делать, потому что это важно, чтобы и люди, которые переступили, знаете, порог церкви, чтобы они видели, что, ну, действительно, об этом доме заботятся, этот дом, я много получала комплиментов, вот сразу видно, что, как бы, женщины, рука здесь, и все, но я вижу, что, знаете, иногда не успеваю, там, что-то там, и не знаю, это делать, и так далее, поэтому, если вы увидели, ага, когда-то у меня одна сестра сказала, а что у нас унитаз грязный, а что, пастор, а что у нас грязный унитаз, если увидел, и ты видишь, что оно там не на месте, вы, у нас нету нанятой уборщицы, да, можно взять это самому и исправить, правда, и Господь это увидит, и как бы, и благословит, и порадуется, что мы это, мы это заметили и сделали, поэтому, будем, как одно тело, одна команда, наша церковь, это наша церковь, да, это не моя, но это наша церковь, это наш дом молитвы, следующее, восьмой пункт, участвуй в ходатайственной молитве, вообще молитва, это, наверное, ну, number one, да, это самая важная, вообще, часть жизни человека, который называет себя верующим, это, конечно же, возможность общаться с Богом, и молитва, это такая вещь, когда ты можешь ходатайствовать за кого-то, когда может быть тот человек в проблеме, когда у того человека какая-то ситуация, ты можешь ходатайствовать, и вот особенно ходатайственная молитва, это очень и очень важно, и, знаете, даже ходатайство за тех людей, которых мы не особо знаем, может быть, в другой стране, может быть, какая-то ситуация, которую вы сказали, и, как бы, опять-таки, медаль не нам, медаль Господу, но я вот сегодня так была рада, когда Нина сказала, что сестра ее, вот она вывез ее сын из этого сватого, и все, ну, ну, но это классно, мы молились, мы переживали, и хорошо, когда ведет вот такой ответ, и вы знаете, Бог же, он же вне времени, он совершенно вне времени, вне пространства, и я вот никогда не забуду, я читала такой удивительный, просто, пример, это свидетельство миссионерки, женщины, которая была в Заире, ее звали Хелен Роузбер, и они открыли там миссию, они открыли миссию, и они свидетельствовали там по этим деревням, по селам, о божьей любви, они уже открыли маленькую церковь, и одна женщина была беременна, и у нее была старшая девочка, и вот она рожала, и, в общем, ну, как там рожают, там бабки эти, повитухи, наверное, кто-то помогает, не всегда есть возможность в госпиталь, в общем, она родила, и при родах умерла, и осталось вот это маленькое дитя, и они все стали молиться, они стали молиться, потому что так получилось, что, ну, как бы инкубатора не было, и нужно было сохранить младенцу жизнь, и нужна была хорошая грелка, хотя бы тепленькая грелка, чтобы эта грелка, она согревала этого ребенка, и вот сестричка просто взмолилась к Богу девочкой, и говорит, что, дорогой Господь, пожалуйста, пришли нам уже сегодня грелку, каким-то образом, чтобы там мой братик не умер, ну, и можешь прислать мне куколку тоже, пришли, какую-то игрушку, и какой шок был вообще, для вот этой женщины, рассказывает миссионерка, что обычно до посылки идут 4 месяца с Америки, что в этот день приходит посылка, посылка из ее поместной церкви, да, с Америки, со Штатов, которую собрали женщины, женское служение, и когда они открывают эту посылку, я не вижу, там лежит сверху грелка, но откуда они могли знать, потом эта девчонка покопалась, и находит эту куклу, в себе игрушку, и она радуется, и кричит, и просто, я думаю, что вот действительно, мы даже не осознаем, когда говорим, что у Бога нет времени, то есть получается, за 4 месяца, встали в молитве, женщины, в церкви, служении, и спрашивали Господа, что положить в эту посылку, да, зачем в Африке грелка, реально, зачем она, кто 4 месяца до рождения младенца, знал, что понадобится теплая грелка, да, согревающая детское тельце, кто это знал, Господь это знал, да, и вот Господь побудил эту женскую группу собрать посылку так, как вот нужно было, то есть конкретные какие-то вещи положили, и вот так и происходит, поэтому молитва, ходатайство, спрашивать у Господа, Его планы, насколько это важно, и знаете, молитва, вот опять-таки сказано, сознавайтесь друг перед другом, в грехах ваших, много, чтобы исцелиться, много, может молитва праведна, в другом переводе сказано, велика сила горячей молитвы праведна, почему важно собираться, почему важно покаяться, почему важно, знаете, исследовать свое сердце перед молитвой, может быть, попросить прощения, может быть, просто покаяться, вслух сказать, я там вот то-то, то-то сделал, там, может быть, перед мужем, женой неправильно, хочу сейчас в этом покаяться, чтобы исцелиться, чтобы ходить в здоровье, да, и чтобы потом твоя молитва, когда ты будешь ходатайствовать за других, чтобы она имела силу, чтобы это была молитва не грешного человека, который не может там простить, или находится в конфликте, скрытом, открытом, а чтобы это была молитва праведного, и Господь говорит, много может молитва праведного, поэтому признавайтесь в грехах ваших, есть много сейчас учений, которые говорят, все, у нас Бог просил, ничего не надо, каяться, ничего не надо, признаваться, все, хватит уже, это не так, это не так, это говорит Иаков, признавайтесь друг перед другом, молитесь друг о друге, да, поддерживайте, много может вот такая молитва, такого человека, девятый пункт, ищите общение с верующими людьми, конечно же, у нас есть много людей, которые не верят в Бога, и мы желаем всем, чтобы они поверили, узнали, спаслись о Господе, но, знаете, когда мы общаемся с верующими, когда мы становимся друг другу ближе, когда мы, знаете, обмениваемся какими-то, опять-таки, свидетельствами, то мы таким образом укрепляемся, и вот Деяние, вторая глава, сорок шестой стих, и каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, можно сказать, но они там не работали, но у них тоже были семьи, у учеников, да, единодушно каждый день в храме, знаете, друзья, так я ждала, но вот Иван проводил эти молитвы, прославления, что наша церковь вся будет, вся будет, знаете, как бы, чтобы приходили люди, единодушно пребывать, и каждодневно пребывать в храме, тяжело это сейчас, но вот нам приходит мысль, два раза в месяц, в субботу делать такое общение, молитву, искать лица Божьего, мы будем делать по субботам, кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь, но, опять-таки, не убегайте после служения, потому что, мы все время вот в этой спешке, когда садимся и говорим о Господе, когда мы задерживаемся в церкви, когда, может быть, наше свидетельство для кого-то становится поддержкой, это очень-очень важно, и вот многие церкви, они создают разные группы, знаете, группы там для одиноких мам, для семейных пар, для тех, кто хочет вступить только в брак, для пожилых, для одиноких, почему они это делают? Потому что это важно, и когда люди вот обмениваются какими-то своими проблемами, опять-таки, делятся друг с другом, Господь через это может работать. Иоанна 1,7, первое послание Иоанна 1,7, «Если же во свете живем, подобно ему, который во свете, то остаемся в общении друг с другом». И вот сравниваю разные переводы, там сказано, «то мы сопричастны друг к другу, то мы приобщены друг к другу». Другой перевод говорит, «то мы привязываемся друг к другу». И потом, «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от греха, каким бы он ни был». То есть, знаете, если мы не можем, ну, как бы, «we cannot tolerate», как говорят американцы, если мы не можем толерантно относиться и как бы просто быть на одной территории с братьями, с сестрами, нам как бы, ну, отсидел, убежал, то как мы будем вместе в вечность славить Бога? Вопрос, да? То есть, не избегать общения. В Писании также Евреям 10, 24. «Будем же внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Галатам 6, 2. «Носите бремена друг друга». И таким образом исполните закон Христов. Иисус Христос сказал, какие главные две заповеди? Возлюби Бога и возлюби ближнего, да? Да. И Он говорит, «носите бремена друг друга». Таким образом, главный закон вот этот исполните. Как это понимать? Как понимать? «Носите бремена». Ну, вот именно то, что будьте внимательны, в молитве носите, когда у кого-то нужда, когда у кого-то просьба, покрывайте это молитвой, покрывайте любовью, поддерживайте друг друга. То есть, в твое бремя приходит человек вот с огбенной под бременем, да? И представьте, сколько нас, да? И каждый по кусочку это бремя берет, человек расправляет крылья. То есть, это можно делать всяческим образом. То есть, и духовная поддержка, и общение, и материальная поддержка, и просто, ну, как бы войти, войти в его переживания. каким-то образом. носите бремена друг друга. Десятый пункт. Пусть наши слова не расходятся с делом. Вопрос к вам. Какая категория людей больше всего раздражала Иисуса Христа? Парисеи. Да. То есть, что было за проблема у парисеев? Парисеи, саддукеи, те, на которых просто, вот Иисус, Он сказал такие очень резкие слова, что вы похожи на гробы. Вы снаружи красивы, а внутри полны мертвых костей. Почему? Потому что слова, наверное, то, что они говорили, то, что они проповедовали, конечно, никто не идеален, но они совершенно не соответствовали их делам. поэтому Он говорит, вы внутри наполнены совершенно не тем, что вы говорите. И Иисус, Он избегал именно таких лицемерных людей. Я не хочу, чтобы мы были лицемерными, чтобы мы были полностью, как бы, наши дела и слова, они не расходились. Не расходились. И последний пункт, я хочу, чтобы, конечно же, это очень-очень важно в нашей жизни слушать Духа Святого, слышать Его, искать Духа Святого. Учитесь слушать Духа Святого. Знаете, Господь ко мне проговорит очень-очень-очень часто через сны. Вот это, как бы, моя вещь. Я могу сказать, что многие события, которые в церкви у нас происходили и в жизни моей, Бог предупреждал, Бог говорил, Бог корректировал через сон. То есть, вот так вот очень часто говорит. И при том, я не всегда доверяю сну, я ищу потом подтверждение из Писания, да, о какой-то ситуации, просто молюсь. Но не забываю, что Бог может проговорить, Бог может реально проговорить и просто придет внутри такое осознание, что я должен вот сделать так, поступить так. И ты имеешь мир и покой по этому образу, по этой ситуации. Вчера, знаете, после студии я закончила поздно, мне надо было здесь убраться. Я приехала поздно и мне нужно еще подготовить проповедь и мне нужно сделать некоторые документы, которые нужно передать вот Ивану, он уже во вторник вылетает. Я думаю, как я это успею? Окей, ну ночь, понятное дело, длинная, но как я это успею? И я должна их отдать Олегу, чтобы Олег их отдал, да? И вдруг, значит, у меня такое, не делайте документы, просто вот не делай, там, в понедельник, когда угодно, все, концентрируйся на моем слове, готов проповедь. И у меня такое, гух, облегчение. И, знаете, я могла бы так подумать, ну как же, ну я же пообещала, все. Но сегодня так получается, что и Олег не смог прийти, то есть по-любому я не могу их сегодня передать, это была бы бессмысленная работа, я бы была выжатая, как лимон, я бы не сейчас, не стояла так бодро перед вами, не проповедовала, я бы сейчас была никакая, то есть, и, и, знаете, когда ты что-то получаешь, и ты делаешь, и это благо, и, знаете, приходит покой, приходит радость. Но, очень много раз, Господь может говорить, через людей, через свидетельство какое-то, через проповедь, через ситуацию, через что угодно. Конечно же, можно потом, если ты сомневаешься, с кем-то помолиться, или Слово Божие открыть, и найти еще подтверждение на это дело. Есть такой известный очень проповедник, он и апологет, и у него большая церковь, по-моему, в Калифорнии, Джош Макдауэлл. Когда закрывали церкви, вот в связи с проблемой, которая была два года, они, одни из первых, они сказали, мы не будем закрывать служение, мы будем проповедовать, и, в общем, большие были у него там неприятности. Ну, человек, который стоит очень сильно в вере, который является, скажем так, достоянием сейчас, учителем для многих-многих христиан. Книги его переведены на разные языки, но факт тот, что он сам из Мичигана, и так получилось, что отец его отошел в Господу, когда он еще был молодой мальчик, учился там в семинаре, в университете, и он был уверен, что он верующий человек, но о маме он не знал, и мама умерла раньше, и его очень стало, как бы, тяготить мысль, где сейчас моя мама, была ли она спасена, умерла ли она в Господе, и до такой степени это ему приносило печаль, он как бы сам учился, хотел быть пастором, но вот эта боль такая внутренняя, где сейчас моя мама, она ему не давала покоя, и он просто возопиял к Богу, говорит, Господи, покажи мне, вот дай мне какое-то подтверждение, дай мне какое-то утешение, потому что эта боль, она меня не покидает, я не знаю, моя мама была спасена или нет, и вы знаете, и он, вот он был в такой депрессии, и эта депрессия, она его так стала поглощать, что ему уже было не в радость, ни служение там, ни учеба, ничего, и однажды, однажды он выехал к океану, и там был такой, как пирс, вот этот вот, знаете, как мостик, который туда идет, ну, пирс, правильно, как я называю его, да, и он пошел по нему, и увидел, что там сидит пожилая женщина, в шезлонге, и сидит с удочкой, и ловит рыбу, и он подошел, поздоровался, и она говорит, ты откуда, она у него спрашивает, он говорит, ну, я вот здесь, в том месте живу, она ему спрашивает, нет, откуда ты приехал, он еще так удился, почему, она это спрашивает, он говорит, вы знаете, я из Мичигана, я родился в маленьком городе, называется Юнион, о нем никто никогда не слышал, она говорит, она его перебивает и говорит, Юнион, это который в районе Бэтл Крик, есть такой город, и он такой, да, откуда вы знаете, а она говорит, а ты знаешь семью Макдауэлл там, он говорит, так я Джош Макдауэлл, она говорит, и они стали разговаривать, и оказалось, что она там какая-то там трехкратная кузина, его мамы, и он понял, что что-то Господь сейчас делает, и он спрашивает у нее, он был ошеломлен и говорит, что, а что вы помните о моей маме, и она говорит, ты знаешь, говорит, мы, говорит, когда были маленькими, я никогда не забуду, когда к нам в наш город, приехала евангелизационная палатка, и когда проповедовал пастор, нам было, говорит, мы были подростки, нам было 14 лет, проповедовал пастор, и был призыв к покаянию, и твоя мама, самая первая побежала туда на покаяние, и она отдала свое сердце Господу, и он закричал просто на пляже, и он такой был радостный, что Господь вот так ответил через эту женщину, она говорит, я никогда не забуду, что мы покаялись вот там вот, и он вообще кричал, и люди на него глядывались, и он говорит, Господи, спасибо тебе, спасибо тебе, и вот таким образом Бог снял эту тяжесть с его сердца, скажите, какой шанс, вероятность вообще был ему встретиться вот с этой старушечкой, а? Ноль. Ноль. Это только Бог, это только Бог может так действовать, да? И он кричал, слава Богу, на него смотрели люди, он прыгал от радости, и получил вот такое утешение в сердце. Друзья, наш Бог живой, наш Бог живой, он все видит, он все слышит, и мы можем обращаться к нему по разным-разным вопросам, он обязательно ответит. Вот такие вот вещи, 11 пунктов, я надеюсь, что вы возле каждого себе поставили галочку, что это в вашей жизни есть, но, что самое главное хочу сказать, эти вещи, они должны быть одноразовыми. Слышать Духа Святого, кушать Слово Божие, как клубнику со сливками, вы знаете, это должно быть ежедневно, и это не то, что мы, знаете, сделали, там, например, один раз и забыли, да? Но мы должны практиковать это в своей жизни каждый день, каждый день. То есть, знаете, должна, как привычка кушать, как привычка спать, да, мы без этого не можем, точно так, вот эти вот вещи, они должны выработаться у нас, как привычка, чтобы наша вера, она действительно была сильной, и чтобы она была очевидной для других людей. На этом все. Аминь. Давайте помолимся, встанем. Аллилуйя, Господь. Да, Боже, много всего интересного в мире, много пожеланий, которые дают нам авторы. посмотри красивые места перед своей смертью, посети то, сделай это. Но, Господи, когда вот эти вот духовные вещи, о которых мы сегодня говорили, когда они у нас отсутствуют, мы можем очень и очень сильно пожалеть, если мы не исполнили, Господь, то, что Ты нам поручал, если мы где-то сигнорировали, Господь, то, что важно для Тебя, Господь. Поэтому сегодня мы не просто тестировали себя, но сегодня был шанс задуматься и, может быть, где-то что-то сделать или начать делать то, что мы избегали, Господь. Мы стоим сейчас здесь перед Тобой и, Господи, с открытыми сердцами просто просим Тебя, чтобы Ты дальше нас вел по жизни, укреплял, наставлял и открывал нам, Господь Божий, свои планы, свои глубины, Господь. Мы все хотим принести плод, мы все хотим увидеть наших родственников спасенными, рожденными свыше, Господь. Чтобы, Господи, действительно их жизни, Господь Божий, они развернулись, может быть, на 180 градусов. И, Господи, мы, Господь, есть тот мостик, Господь, который их может соединить с Тобой. Поэтому, Господи, используй нас, Господь. Благодарим Тебя за это слово, которое Ты дал. Благодарим Тебя, Господь, за все те наставления, которые Ты записал в Слове Своем, Господь. Благодарим Тебя, Господь, за спасение, за ту жизнь, которую Ты нам даровал. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты, Господь, укрепил нас, укрепил, Господь Божий, И наставил Господь действительно на те пути, Господь, которыми Ты хочешь нас провести. Благодарим Тебя за все. Аминь.